Всем привет! 18 декабря командующий оперативно-стратегической группировкой Таврия Александр Тараламский заявил, что украинские войска столкнулись с браком артиллерийских снарядов и сворачивают некоторые операции из-за нехватки помощи от Запада. Проблема есть в боеприпасах, особенно в пострадянском просторе, 122-мм, 152-мм. И сегодня эти проблемы присутствуют на всех билетах фронта. Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте не является платовой, но отрицать недостаток оружия не стал. А возможные нехватки снарядов в 2024 году предупреждают уже и наши партнеры. 14 ноября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставлять Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года. 17 ноября президент Латвии Эдгарс Ренкевич заявил, что Европейскому Союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставлять обещанный миллион снарядов весне 2024 года. 6 декабря сообщилось, что страны ЕС смогли произвести около 480 тысяч боеприпасов к весне 2024 года для Украины из обещанного миллиона. Кроме нехватки снарядов устала и западная техника. Самоходные артиллерийские установки САУ западного производства массово выходят из строя во время боев на юге и востоке Украины. Причина техника не предусмотрена для столь активного использования. О ситуации с западным оружием написал военный обозреватель немецкого издания Билд Юлиан Рибке. В сообщении перечисляются артиллерийские системы, полученные от стран Запада САУ КРАП АС-90 ПЗХ-2000 и М109. Типичная ошибка выхода из строя стволов через непрерывный огонь. Все мы понимаем, что брак артснарядов и техники в сочетании с задержками по оказанию западной помощи могут задержать будущие контрнаступательные операции в САУ. И тут США как раз и говорили об изменении тактики. В САУ мог сосредоточиться на обороне имеющейся территории и создании способности производить собственное оружие в течение 2024 года. А то украинцы сами не знают и не понимают, что мы остались сами на поле боя и надеются на чудо Великого Запада, но немножечко устали. Американцы же уверены, что Киеву следует сосредоточиться на содержании тех территорий, которые сейчас подконтрольны Украине, и наращивать оборонные мощности, в частности создать мощную реальную угрозу посредством беспилотников ракет дальнего радиуса действия, что в перспективе откроет возможность для начала содержательных переговоров с Россией в конце 2024 года или в 2025 году. Как именно это укрепит наши позиции, мне лично непонятно. Разве, перейдя в оборону, Россия опомнится и перестанет производить день и ночь оружие? Своим мнением поделились и наши эксперты. Уявим, что сегодня ставится война на паузу, не происходит активных боевых действий, и они не происходят в следующие три года. А теперь беремо калькулятор и просто рассчитываем. Россия на сегодня мае возможность каждого месяца восстановить от 100 до 150 танков разных модификаций на месяц. Но что они будут делать с этим потенциалом через, например, три года? Это отложение еще на более долгий срок того, что может отгукнуться более апокалиптическими наслитками. Сначала это будет Украина, потом это будет Молдова, потом это будет Грузия, потом это будет Вирмения и так далее. А потом, наприкінці, если будет успех по всем другим направлениям, это будет и для Европы. Поэтому, будь-який захидный аналитик, который пропонует саму такую концепцию, он б***ь. Конечно, логика в том, чтобы производить свою технику есть. Как говорил раньше, чтобы не ждать под дулом автомата, а когда же наши партнеры нам пришлют патрон? Когда они наслушаются шпионов Путина в кулуарах и сделают правильный выбор? Пока что ведь видно совсем другое. Только один из примеров Конгресса США отложил голосование по вопросу военной помощи. Поэтому Украина не ждет, а уже делает максимум. Как пример, наращивает производство дронов из-за дефицита обещанных снарядов. Поскольку морские дроны принесли Украине успех на море и оказались смертоносными против Черноморского флота России, сегодня цель состоит в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности. Производство в Украине ФПВ дронов уже достигло более 50 тысяч единиц в месяц. Кроме ФПВ дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности 100 километров и 1000 плюс дронов с дальностью за 1000 километров, заверил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. А президент заявил, что Украина в следующем году сможет изготовить более миллиона дронов. Еще до выработки, миллион дронов в наступном роте мы вырубим. Миллион мы сделаем. Если не с помощью стволов, то будем воевать дронами. Но обороняться в окопах украинцам точно не подстать. Продолжение следует...